Всем привет, с вами Дивэй. Сегодня мы с вами поиграем в игрушку под названием Almost My Floor. Эта игрушка становится популярной, да, она популярна. И я её хочу снять. Да. Новая игра. Я никогда не верил в призраков, демонов и прочие потусторонние штучки, которые преступники оправдывали свои дела. Я не верил и в этот раз. Жесть. Мудрый мужик. До последнего не верил. Почему тебя был заставить зелёными? Пролог. Однажды. Лучше тебе признать свою вину, парень. Выкладывай всё на чистоту. Он всё равно мне не повеет. Я всё расскажу офицеру, что мне ещё остаётся. И так всё началось в самый обычный день. Сложно говорить. Как же всё достало. Может быть, а... Что это за корова? Череп коровы. Кого-то паром рубит. Ну ладно. Обычное врундело. Ой, как шумно. Так. Секунду. Хотя, ладно. Ладно, пусть так и будет. Ур-ур-ур-ур. Голубь умеет говорить. Не, ну это мудро. Ничего не скажешь. Так. Посмотрим. Что за разделение экрана? Наконец-то я дома. Ур-ур. Ур-ур. Так. Посмотрим. Что тут. Да как. Последний глоток свежего воздуха. Ага. Значит, левый клик. Ходить. Двойное нажатие. Бегать. Удерживать, чтобы... Ага, понял. Понятно. Так. Только секундочку. Наверное, все звуки потише сделаю. Вот так вот как-то. Надеюсь, что все будет слышно. Записываю снова микрофоном. Так, а что? Туда никак. Носкабью линии. По этой доске бью линии можно изучать возраст дома, как под древесным кольцем. Интересно, я хоть раз скучаю с чали от этой макулатуры? Да, хороший вопрос. Типичный русский дом такой. Лампа. Так, ящики, ящики. Почтовый ящик. И только посмотрю и положу обратно, никто не заметит. Квитки, реклама. Ха, а вот это вот интересно. Журнальчик Мир Электрик. Так, стоп. Это же Машкин ящик. Да. Не поверю, что она сама такой читает. Потому что у нее парень. Муши, я не знаю. Я только посмотрю и положу на место. Никогда не заметит. Помимо рекламного мусора, тут еще и журнальчик. Кто-то выписывает бумажные журналы? Да, хороший вопрос. Я тоже думал, что их нет. Похоже, про игры. Интересно. Надо поискать электронную версию в интернете. А, кстати, компания, которую выпускала, это Потата Геймс. Это, наверное, какой-то намек на себя. Отсылка. Мусорка. Мусорка полная скомканная реклама из почтовых ящиков. Зачем ее вообще рассылают? Опа, стаканчик. Почему он двигается? Стаканчик из кофе напротив. Ой, стаканчик кофе из кафе напротив. Там делают самый отручительный кофе, который я пробовал. Че? Эээ, похоже, мне нужно выспаться. Стаканчик. Может, на этот раз не убежишь? О, схватили. Отлично. Так. Драгон дроп? Окей. Че, ведро? Зачем ты это сделал? Вандал. Ведро стоит тут целую вечность. Этот звук капель уже стал частичкой атмосферы этого места. Ну, это хорошо. Че, никак? Не? Окей. Голубик, ты меня вообще не боишься? Какие смелые голуби. Маша. Ага, это Маша. Надписан с ней. Полезная информация. Типа, Маша. Ш. Ладно. Ну, может быть, так и есть. Эх, Маша. Красивая такая. Так, шевать мне. Постоянно непонятно почему. Дуралей, ты выглядишь так, как будто... Я не знаю. Я же самосовершенство, как мне мама всегда так говорит. Жесть. Ладно. Так. Пойдем побазарим. Привет, Маша. Не меня ждешь? Как же достали в твои подкаты из книги пикап для чайников. Оу, чел. Прости, не удержался. Так что ты тут делаешь? Жду подругу. Тебе что? Не мешай. Так. Ой, нет. Мы читали уже. Может, поужинаем вместе? Ты думаешь, если задать вопрос 10 раз, то он станет положительным? Нет, нет. Еще раз нет. Видел в твоем ящике журнал про электрику. Никогда бы не подумал, что такое читаешь. Может, по ошибке бросили? А ты ждал видеть в моем ящике журнал Мир Борщи? Ну, типа, знаешь, ты не очень похожа прям на ту, кто любит варить борщи. На бомжак какой-то похожий. На любительницу готовить борщи-то тоже не похожа. А, ну вот, видите. Ладно, бутылку от нее никакого вроде нет. Прогуляемся еще и потом, может быть, в лифт поедем. На лифте поедем. Бутылки из-под вина. Пождество у нас в подъезде завелись в курманы. Окей, доклая ворода. Птичку жалко. Окей, пешком подниматься я не собираюсь. А че так? Выключатель. А, че это за шум? Не знаю, слышим ли он на записи, но кто-то шумит. Справа. Выключай себя от лампы. Ну то, включи лампу. А, паук. Господи, такой звук был. Я сам испугался. Ты че вяжешь, как девчонка? Пауков боишься? Да, еще как. Не притронусь к щитку, пока на нем зимит паутища. Ты можешь найти более гуманные способы брать паутища с пути. Твои действия имеют последствия. Раздави его, и все. Или ты думаешь, что тебе братья пауки там взят за него? О, фиг его знает суть. Уйти. В принципе, пока что туда можно уйти. Или че? Погоди. Поехали. Ага. Че? Не, не открываешься. Лифт приехал, но дверь не открылась. Да ладно, че, серьезно? Записка. Написано. Дорогие соседи, будьте предельны осторожны. Кнопки лифта могут быть обо... А дальше записка торона на самом интересном месте. И как вот кнопку после этого притрагиваться. Вот они. Надежные технологии прошлого века. Похоже, придется опять у соседа просить монтировку, чтобы попасть в лифт. Ага. А, это просто посмотреть, окей. Почему ты пешком не собрался подниматься? Так, ну то есть нам нужно к соседу посадить ловушку. Давай будем добрыми, а то реально вдруг придут пауки потом дня. Сажу. Сажу, знаешь. Не самый хороший конец из тех, что я хочу. Псс. Он же милый, ладно, окей. У меня на самом деле тоже повезет пауков. Правильно, не стоит применять силу. Всегда есть решение решить проблему. Всегда есть возможность решить проблему иначе. И нафига тебе ищет проблему. Давай к соседу, пойдем. Это все, что я знаю, ежедневный электрик. Что там? Опять сосед сверлит. Может он всю квартиру полками обвесил? Или контурную подсветку по всему периметру задумал? Он, кстати, неплохо. Что там можно сверлить с утра до ночи каждый день? Такая. Звук дрели настолько громкий, что сейчас это соседний невозможно. Что, мне предлагают типа светлему обрубить? Ну, давай, Машка. Ты же не варитель борщей. Ты же у нас... Поготовить любишь. Привет, Маша. Не меня ждешь? Как же достали твои подкаты из книги? А, ну это все мы читали. Маш, ты сегодня так хорошо выглядишь. Просто красотка. Умница. Мечта. Ну вообще. Тебе явно что-то от меня нужно. Давай к делу. Да, мне нужна твоя помощь. Ты же шаришь в электрике. Подскажи, как соседу отключить пару розеток. Он все своим бесконечным ремонтом занимается. Мне нужно у него, хочешь, попросить. На тебя вся надежда. С чего вдруг мне тебе помогать? Ты меня все время достаешь своими подкатами. Обещаю, больше не буду. Отлично. Держи схему и больше меня не донимай. О, окей. Что за схема? Что за хрень? Откуда ее достал? Ну теперь все понятно. Мне что-то нифига не понятно. Ну окей, ладно, посмотрим на деле. На месте, точнее. Угу. А. Так, синий. А, это я все должен заполнить, да? Зеленый. А что как? Ага, вот так. Плюс синий. Ага, взял. Окей. А, все, иди, погоди. Синий, красный. Окей. Давай синий, давай красный. Синий. Красный. Ага, не так красный, стайл. Окей, погоди. Алло, как себя? Блять-то. Не так, пойдем. Нужно синий квадрат. От кого у нас нет? Так, или чего-то типа, а, приди, что-то я так люблю. Вот, это синий. Нет. А зачем тут? Так. У нас нет таких квадратов. Что делать-то? Сюда не вставляется. Окей, зеленый там. Рот и красиний. Это легко сделать. Желтый, синий. Желтый. Ой, нет, готов. Так, что значит, котя? А, вот так. Все, с тобой, как положено, все, вот так бы ясно. Оранжевый. Красный, желтый. Нет, надеюсь, это реально все просто было. Еще дальше как. А, даже так. Ай. Да. Опять пробки вылезли, мать их. Эй, сосед, там лифт опять заел. Дай монтировку на время, потом обязательно верну. Да что ты под руку лезешь, шкет? Не видишь, занят я. На, забирай. Обалдеть ты там, обезьяна. Жесть у тебя, рука громадная. Я могу еще просто сейчас, не буду его больше беспокоить. Да. А то еще нафиг снесет бошку. Что, вот так вот? Ага, отлично. Десять минут спустя. Уже 400 прослушал. Не долго ли я еду? Лифт сломался. Эу. Стоп. Что тут происходит? Я точно уже должен быть на своем этаже? Эээ. По-моему, что-то не то. И связи нет. Хотя, я же в лифте. Черт. Все как в фильме «Лифт убийцы», который я вчера смотрел. А, ну если тебе кошмар. Ну да. Может, я просто пересмотрел шастиков? Тут что-то не так. Выпустите меня отсюда. Так. Успокойся. Алекс. Что делал герой фильма «Лифт убийца» в этой ситуации? Ах, да. Он ярохно нажимал на кнопки лифта. Лифт сорвался вниз, и герой сдох. Неудачный пример. О, вот ты хорошо на аватарку прям зайдешь. Не на аватарку, на превью. Первое. Грани реальности. Идти колотить. Ты точно туда приехал? Тут так темно. Черт, дверь закрылась. Ты не испугался этого? Это еще что? Я попала? Так, так, так. О, щит. Быстрее. Хватай. Можешь применить предмет на себя. Окей. Черт, черт. Что происходит? Окей, стромненько, напряжен. Все? Окей, отлично. А что глаза упали? Эти мерзкие дырки. Хорошо, что у меня нет репофобии. Да, хорошо. Но если так будет, тогда что-то появится. Айси, я тебя вижу. Ну так неинтересно. Страшная неизвестность. А тут прямо монстры в лицо ползущие. Хотя я передумал. Ползущие монстры тоже очень страшные. Почему щит есть, а меча нет? Где меч? Чем не защищаться? Идти сколько монстров. Вали, 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 вали. Что все это значит? Я не хотел бы выдать фильм ужасов. А кто? Хватил. Эти глаза. Они ну всегда теперь в моей голове. Все сейчас за каждым моим шагом. Прочь. Вот спорим, он забудет об этих глазах уже где-то минут. Минуты через три. Четыре. Это был страшный сон. Я просто задремал в лифте, ведь я уже какую неделю мучаюсь от бессонницы. Сейчас лифт остановится на моем седьмом этаже. И я просто пойду домой, как ничего не бывало. Может быть. Может быть. Фиговина. Пойду я есть дела поважнее, чем был там у меня с вами. Так, погоди, мне кажется, но здесь уже было сердечко, а сейчас здесь череп. Так, она к этому психу Алексу, что ли, намылилась? Похоже на то. Куда вы пошли? Что за черт? Как страшно. Так это все розыгрыш этих придурков? Не слишком ли? Я слышал крики. Следуя законам хорроров, мне нужно все немедленно идти и проверить туда, все ли в порядке. Ааа, голова раскалывается. Жестко тебя. Просто иммигрень. Ничего особенного. Че? А, телефон. Тихо, тихо, тихо. Алло. Привет, Алекс. Ты не забыл о моей рекомендации? Чтобы держать себя в руках, тебе нужны решать логические задачки, кроссворда, ну или что подругу подвернется. Это поможет уменьшить головные боли. Нужно засвоять мозг работать. Ну и таблетки не забывай принимать, разумеется. Жду на премьем, до встречи. Ой, жду на премьем, до встречи. Тут выделены логические задачки и таблетки. Это типа значит, что я шизофреник, который... Которого мигрень даже слова сказать не дал. Вот, тварь. Так, а где моя хата вообще находится? Че это? Это же Ника. Это какая-то ошибка. Нужно срочно позвонить ей родителям. Зачем? Алло. Кто это? Добрый день. Это мама Ники. Это я, Алекс. Подскажите, Ника у вас? Нет, мы с ней уже недели даже не созванивались. Что-то случилось? Нет, нет, все нормально. Я сейчас не могу говорить. Позже вам перезвоню. Так, ну что-то случилось. Что происходит? Она же должна быть у них. Нужно срочно позвонить Нике. А кто Ника такая? Ну давай же, возьми трубку. Типа девушкой вылечу. Кстати, у нас тоже череп появился, если его не было. А Марина Тременина не отвечает. Попробуйте перезвонить позднее. Да. Черт. Это что за гад? Так. Опечатано. Что-то произошло. Явно ничего хорошего. Посмотрим давай. Это моя хата, типа? Лучше не трогать. Оставлю там свои отпечатки, я окажусь виноват. Нет, ну, скорее всего, это не моя хата. Давай, ладно, туда пойдем пока. Опа. Нет, у нее жирный череп теперь, смотри. Кто опять высылал мусор в подъезд? А, да, это же я. Ну, мой мусор не воняет. Почти. Выброси мусор, гад. Не порти атмосферу подъезда. Хотя нет, ну так спорить ее. Маше выглядит странно. Нет, все так же осталось. Машка, привет. Знала бы ты, как я рад тебя видеть. Ты ничего странного не замечала? Странного? Ммм. Да все как обычно. Ты ведь на первом этаже подругу ждала, а потом... Подруга заболела. Вот решила на вечер не коротать, а тебя пригласить на ужин. Давай к тебе. У меня жуткий беспорядок. Че-то как-то она странно, как бы... Во-первых, я на лифте ехал. Хотя фиг его еще знает, сколько я ехал. Ну, а во-вторых, все равно она... Видите, у нее глаза какие-то зеленые стали. Да и выглядит она как-то странно. Че, это кровь? Кровь на пальцах. Ладно. Как можно отказаться от такого предложения? Тут со мной такое произошло, и кто ехал? Как можно отказаться от такого предложения? Стой, нет, куда зашел? Нет, это плохая идея, чувак. А, ну... Да. Это была плохая идея. Ну, я, в принципе, догадывался. Смерть. Ну, можно было догадаться. А че, у меня все полностью по-новому этот этаж проходить или че? А, нет, окей. Машка, привет. Знала бы ты, как я рад тебя видеть. Ты тут ничего странного не замечала? Странного? Хм, да все как обычно. Ты ведь на первом этаже подругу ждала, а потом... Подруга заболела. Вот решила одна вечер не коротать, а тебя пригласить на ужин. Давай к тебе. У меня жуткий беспорядок. Тут со мной такое произошло. Лифт уехал в бездну, а там глазищи, монстры. Я добирался больше полчаса. Больше часа на седьмой этаж. Ты, наверное, просто очень устал. Тебе нужно расслабиться. Пойдем со мной. Я сделаю тебе массаж. Ты меня совсем за дурака держишь? От усталости такие ужасы не мерещатся. Тут что-то не так. Присходит что-то странное. Нам нужно спасаться. Нужно бежать. Да, так же гриматься на его лице, конечно. Описывать его эмоции. Успокойся. Алекс, давай после ужина все обсудим. Кстати, как-то тут оказалось... А я просто бежал... Ага, понятно. Мы можем ее пока оставить. Посмотрим, что там с другой стороны. Дверь. Написано. Продается. Сложно будет продать квартиру в этой дыре. Ну, ты же купил, скорее всего, да? Че? Че происходит? Что за че-то мужчина происходит? И эти реально пауки пришли бы здесь. Так, крик тайм-эвент какой-то. Так, 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 аккуратно. Блин, мы сейчас дохнем. О, о. Все? О, отлично. Нет, не бейте его. Он меня спас. Карма. Ну, короче, да. Если мы будем вести себя хорошо... Сколько я понял. Ненавижу пауков. Откуда их тут так много? Так вот. Куда они делись? Так вот. Не прибивай меня. Если мы будем совершать хорошие поступки, у нас как бы игра будет полегче, да? И концовка, скорее всего, другая. Так. Спица. Давай, спицу возьмем. Устроя спица. Перегодится для защиты или нападения. Слышь, кто трогает мой велосипед? Я все вижу в глазок. Никто. Вам показалось. Ладно, живи. А че она там делает? Че ты с этим глазком? Поверь. Не хочу лишний раз привлекать себя к вниманию. Да, да. Светок. Кто-то повесил цветок на стену. Красиво, но все равно загадил. Будут окурки в горшок бросать или еще что похоже. Жизненно. Но у нас вообще подъезд никаких цветков не стоит. Сифра. Седьмой этаж. Я дома? Нужно проверить дверь. Ага. А, так. Коробка запечатана руками. А, давай ключами попробуй. Нет. В смысле нет. Шкурка от банана. Коробка. Окей. А, вот коробка пустая. Может ничего. Изолентер. Может пригодиться. А, и игра сейчас хочет, чтобы я заклеил глазок ей. Давай. Глазок. Че я могу сейчас? Окей, давай выруем спицу по выру. Остань спицу. Ага. Этой штукой можно его бить. Очисти себе путь. Это намного проще, чем думать. Глазок. Ладно. Так, теперь мы уходим вложу коробку вот эту отключить. Че, не набил. Вот так вот. Прицел не очень. Так, это че за фигня? Коробку со спреем. Взять. Спрей от насекомых. Аэрозоли от насекомых, которых тут полно. Особенно пауков. В инструкции написано. Не брызгать слишком много. Перезгазировка может вызвать сонливость. Главное проверить не на себе. Нет. Ну, окей. Я думал, это такой намек. Ну, погоди. Ага. Новый номер. Я могу 9-1-1 вызвать? Или там был номер уже? Что-то мне не звонит. Ну, связь-то есть. Так что все должно быть. Ладно, не хочет звониться. 666. Нет, стой. Ну, типа, игра-то связана с таким бесовским, насколько я понял. Нет, ничего нет. Окей. Пойдем тогда. Я придумал, в принципе, план. Дамы вперед пустить Машу, но не ходить сунгой. Вот так вот, да. Все, отлично. Что теперь? Может, Маша под властью. А может, это ты или что-то, и спустил ее облик. Или я сошел с ума. Нужно все как-то это смотреть. Может, найти что-то для защиты. Так, закроем. И что теперь? Бамс, бамс, бамс. Бамс. Бамс, бамс, бамс. Она упала. Как хитро ты придумал. И без ряда для Маши. Да вообще. Ну и трус. Можно было просто пырнуть ее, и все. Быстрее было бы. Вряд ли это тут поможет. В смысле, вряд ли. Открой дверь. Нет? А дверь сама по себе открылась, да? Ох, вы же те условности. А вот и моя квартира. Вот за колею. Помни, как мы с Никой сюда только приехали. Ну вот мы и в нашем новом доме. Не дворец, но уютно. Да, выглядит неплохо. Я ожидала худшего. Это что, это наша подруга, я так понимаю. Которую разыскивают. Мне рассказывали про этот дом всякое. Жесть. Не слушают эти срашилки, мало ли что говорят. Скоро мы тут обустроимся, и будет очень уютно. Да, да. Ника, я так рада, что ты со мной. Несмотря ни на что. Да, вообще. Алекс, что это на двери? Обернись. Это глаз. Шестеральный глаз. Который был тогда на этаже. В 156. Почему ты плачешь? У меня плохое предчувствие. Лучше нам уехать подальше от этого места. Может и надо. Гав, гав. Где? Гав, гав, гав. Только шестой спиной был глаз. Не шути, как Ника. Это совсем не смешно. Я не шучу. Тебе просто надо хорошенько выспаться. А че пёс гавкает? Я бы не добруже. Лучше я не буду её будить. Инструкции не буду, но спа действительно усыпляет. Из подъезда лампочки выкручиваешь, да? Ладно. Мы тут такие счастливые. Че это за квартира, в которой... Одна комната и ни одной кровати. Где ты спишь вообще? Чемодан. Всегда я держу чемодан наготове. Как только появится возможность свалить, я так и сделаю. Так, не посвали. Ох, ё-моё. Жуть-то какая. Картина из окна объясняет, почему я так долго ехала на лифте. Там свет горит, смотри. На выход из окна можно не рассчитывать. Ого-воу, че происходит? Куда все делать? Что происходит? Надо уходить отсюда. Мне больше не нравится, когда ужас происходит по ту сторону экрана. А я сижу в флете с чашкой чая. Привет, Алекс. На постере написано «Привет, Алекс». Откуда тут мое имя? Че, давай разрежем. No. Прям уверен. Hi, Алекс. И че? Не, ну вот сейчас же, наверное, надо позвонить. Алло. Алло. Нет, ничего. Ну окей. Не, я уверен, что этот номер будет задействован, если есть телефон. Так, почему тут так темно? Бу! А-а-а! А-ха-ха, чувак, нифига ты испугался. Я не ожидал, что наш план настолько круто сработает. Просто мы придумали гениальный план. Я придумал. Это все в ваших рук дело? А ты как думал? Нечего было сучать на меня в полицию. Теперь мы квиты, козел. Не попадай сегодня на глаза. Жесть, жесть. Неужели это все дурацкий розыгрыш? Как они умудрились все так организовать? Куда мне теперь идти? Обратно в лифт? Похоже, что выбора нет. Я думаю, что на этом мы закончим. Ого, что произошло? Это был единственный выход. Что теперь? И вся эта шутка? Как они могли заставить лифт исчезнуть? Это не может быть построено. Слишком реалистично. Эти два рука точно бы не справились. Радуйся, Алекс. Ты попал в настоящий ужастик. Согласен. О, там дверь открылась. И что, меня там убьют? Какая-нибудь фиговня возьмёт и убьёт меня сейчас? О, чёрт, бесконечненько из долга. Это невозможно. Я в петле. Как выберусь, обязательно пойду к психиатру, обещаю. Давай вот так уйдем. О, чёрт. Опять творится какая-то фигня. Это что, кровь? О, поток крови. Всякая фигня мерещится. Привет, Али. О, реально, позвони. Сошёл с ума? Позвони по номеру 666. Давай. Ну, только давай и звучим сейчас сначала. Тяш, а куда у нас щит делся? Я могу дверь ещё раз открыть? Ну, открой. Ну, могу. Погнали. И там я умру сейчас, да? А, это всё. Да. Клопка, лифт. Ну, давай позвоним. Выбрали, не остаётся. Алло, помогите. Вытащите меня отсюда. Вы хотите закончить ваше путешествие? Я думаю, если я сейчас скажу да, то он меня убьёт, ибо это номер 666. Так что, давай нет. Хорошо. За вами Высунлифт. Ожидайте. Ваш звонок очень важен для нас. Так, вот теперь вот точно на этом моменте мы закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я постараюсь сделать для вас контент покачественнее и перегулярнее. Спасибо. Спасибо. Спасибо.